Привет всем, с вами Иван Сарамятников, а в руках у меня безумно красивая электрокитара производства питерского кастом-шопа Madman Guitars. Знаете, бывают гитары настолько хорошие, что как только ты их берешь в руки, тебе начинают придумываться интересные мелодии. И эта гитара, ввиду своей специфики, форм-фактора и нацельности на современное музло, вдохновила меня на написание этакого джентообразного трека. Давайте послушаем, как эта гитара звучит в миксе и как я на ней играю, с вашего позволения. Обычно к этому моменту в моих гитарных обзорах трек уже записан, и данный обзор не исключение, я уже записал свой микс. И я сажусь перед камерой и начинаю играть какую-то гитарную партию под плюсовку. Естественно, аудио до конца не совпадает с видео, потому что невозможно два раза абсолютно одинаково сыграть. Плюс у меня не так высок скилл гитариста, и у зрителей возникает диссонанс. Некоторые зрители, я вижу это по комментариям, думают, что я минусовку типа скачал, или играю на самом деле не то, что звучит, или играю вообще не я. Поэтому я сегодня решил поступить иначе. Я не буду садиться перед камерой и изображать фанерную игру. Я просто вам покажу, что я записал по треку в редакторе, как каждый трек звучит и как это всё звучит вместе. Итак, перед вами мой проект в редакторе Кокос Риппер. Подробно я, кстати, рассказываю о том, как я создаю минусовки вот в этих видео на моём канале. Ну так вот, у нас здесь есть два трека гитара ритм, один трек гитара соло, два трека для барабанов, чуть позже объясню, почему два, и один трек бас гитара. Ритм гитара записана в стерео. С левой стороны стереопанорамы я использую VST-плагин, то есть весь перегруз у меня цифровой. VST-плагин AmptRoots. Вот как это дело звучит. Подробнее о пресетах и настройке AmptRoots я расскажу чуть позже в этом видео. Вот как звучит правый канал. Вот как звучат оба, левый и правый канал. Для сольного гитарного звука я использую всё тот же AmptRoots и поверх накладываю Waves-H Delay. Барабаны у меня тоже VST, и это Addictive Drums 2, известный плагин, металлический пресет. И параллельно Addictive, ту же самую созданную мной барабанную партию, играет плагин Get Good Drums от создателя альбома в перифере, для того, чтобы барабанное звучание было более объёмным и естественным. Такой я себе лайфхак придумал и использую. Бас-гитара у меня, да-да, тоже VST, и это с Carby Rickenbacker Bass. Басовую партию я нарисовал мышечкой, и она по большей части дублирует гитарный риф, который я придумал. Давайте послушаем ритм-секцию отдельно от гитар. На партии соло-гитары я применил один, опять же, самоизобретённый лайфхак. Если у вас нет Digitec вами, интересной красной педальки, любимой педальки Тома Мореллы из Rage Against the Machine, а эффекта хочется, его можно достичь в рипере штатными средствами. Обратите внимание, как я нашинковал по тактам кусочек партии соло-гитары. И если вот выделить определённые кусочки, можно увидеть, что я добавил плюс 12 полутонов для некоторых фрагментов. Именно для достижения этого эффекта. Вами эффект. Ну, в общем, сейчас мы весь микс послушаем, и вы поймёте, о чём это я тут говорю. Итак, презентую вам мой трек. Трек я так и назвал «Мэдмен». Поехали. Трек я так и назвал «Мэдмен». Эффект глубинной бомбы Флойдом в самом конце я с эмулированным резким кручением шестого колка на гитаре. Это была «Химера» от «Мэдмен Гитарс» в миксе. И давайте поговорим о спецификациях. Конечно же, по внешнему виду гитара просто конфетка. Дека сделана из ольхи и покрыта потрясающим, просто безумно красивым металликом бирюзового отлива. Или даже это скорее лазурный отлив. Лазурно-синий металлик. Покрытие глянцевое, и оно сделано просто на высшем уровне. Абсолютно ни сучка, ни задоринки вы здесь не найдете. Я здесь не нашел, к чему придраться. Настолько идеально, настолько гладко и блестяще сделано это покрытие на деке. На грифе покрытие матовое. И оно тоже отличное. И оно очень шершавое на ощупь. И очень такое приятное ощущение. Очень экологичное, когда ты на этом грифе играешь, берешь его в руку. Он очень пористый. Каждая поринка этого дерева. А дерево здесь, кстати, на грифе венге. С прослойками амаранта. Амаранта — это вот эта фиолетовая деревяшечка. Она не покрашена никакой марганцовкой. И венге тоже ничем не покрашена, кроме матового прозрачного лака. Это такой естественный цвет дерева. Подобрал производитель. Я считаю, потрясающее сочетание. Как у меня в комментариях кто-то написал, эмо-гитара. Ну так вот. Покрытие — это очень нежное, очень приятно на этой гитаре играть. То есть лучше из двух миноров. С одной стороны у тебя на деке глянец, безумно красивый, переливающийся искрами металлика. А с другой стороны у тебя в левой руке это матовое, приятное, как коте, как будто ты его гладишь, гладкую эту шерстку. Покрытие с тыльной стороны у грифа естественным сатиновым лаком. Спереди накладка у грифа тоже особенная. Это лунный эбон. Я не знаю, что такое лунный эбон. Первый раз вообще сталкиваюсь. Да, в принципе, я первый раз сталкиваюсь с такой конструкцией, с таким выбором дерева на гитаре. Но здесь это что-то потрясающее. Я считаю, что эстетически эта гитара пять с плюсом. По моей любимой школьной системе оценок, в которой пятерка — это высший балл, а ноль — это низший. Плюс — это значит что-то экстраординарное. Так вот, эта гитара экстраординарна. Причем не только внешне. Если посмотреть дальше по спецификациям, колки здесь... Колки. Колки вроде правильно. Гото с замочком. И они низкопрофильные. То есть ничего не торчит. Это не только красиво, но и практично. Бридж. Хипшот. Очень удобный бридж. У меня подобные же конструкции хипшот стоят на моем личном кастом-шопе. Я считаю, это отличные бриджи, очень и очень удобные. Рамочки у звукоснимателей. А звукосниматели здесь — Fokin' Uppercut. Рамочки железненькие. Кто же? Красота. И подобранный, обратите внимание, белого цвета звукосниматели. Как это классно сочетается с хромированной фурнитурой и вот этим шикарным металликом. Трудно мне даже описать этот цвет. Цвет хамелеон. Отчасти с синеватым отливом, отчасти бирюзовым. Напишите мне в комментариях, как этот цвет, по-вашему, правильно называть на дейке. Здесь обычный трехпозиционный переключатель. Гибсоновского стиля. Простой и удобный. И одна ручка громкости. Никаких выпендронов в виде отсечек нет. Да и не нужны эти выпендроны, когда у тебя гитара явно для пониженных строев и для прогрессивного музла. Как я это понял, что гитара для пониженных строев и прогрессивного музла по мензуре. Мензура здесь со стороны тонкой струны 25,5 дюйма, традиционная фендеровская, а со стороны толстой струны 26 дюймов. Естественно, я гитару в дропстрой настроил, но не слишком низко, потому что здесь стоят, по-моему, струны девятки. И, говоря о струнах и об экшене, то есть о том, насколько высоко струны над грифом и над ладами, и насколько удобно поливать на этой гитаре искрометные соляки, я вам скажу так, что поливать мега удобно и мега приятно. Отстроена гитара идеально, просто не подкопаешься. И я даже сейчас попробую пошреддить, продемонстрировать, так сказать, в меру своих сил и способностей. Для шреда мне нужны плагины Amped Roots и Waves H Delay. До первого бэнда я играю на бриже, а затем переключаюсь на среднее положение звукоснимателей. Но не шредом единым. Очевидно, мне очень нравится, как звукосниматели Fokin Appercut звучат в тяжелом современном миксе. Они все как надо прорезают, а не где надо булькают. Но не только прорезать и делать джи-джи и пиу-пиу на данной гитаре позволяют данные звукосниматели, но и играть что-то красивое, мелодичное, обволакивающее. Давайте я, пожалуй, заткнусь на минуточку, и на фоне красивых видов этой гитары я вам поиграю на чистом звуке. Да! Субтитры подогнал «Симон» Это был отрывочек в моем скромном исполнении из композиции Джо Сатриани «Midnight» специально для Владимира Савинцева. Вначале я играл во среднем положении переключателя звукоснимателей, а вторую часть кусочка играл на неке. И снова гитара через радиосистему X-Wive была подключена на прямую в звуковую карту Tascam US 4x4. Я записал сингл-трек и наложил мой любимый плагин Bias FX2 Elite. И вот как выглядит пресет. Вначале пресета Noise Gate, затем усилитель по мотивам Fender, кабинет, соответствующий с микрофоном SM57, хорус студийный, совсем немножко его добавлено для объемности, и ревер, эмулирующий Plate Reverb. В конце цепочки формирования звука я поставил плагин Waves H Delay. Это просто лоу-файный стерео-дилейчик. Совсем чуть-чуть щепоточку. И все. Сколько же данная конфетка стоит? Так вот, у Madman Guitars интересная политика в плане изготовления гитар и цены. Ну, хотя как интересно, наверное, правильнее сказать, распространенная политика для кастом-шопа, для формирования цены. Конкретно эту гитару, вот эту, которую я в руках держу, сейчас можно купить всего лишь за 90 тысяч рублей. В октябре 2020 года. Я сейчас помолчу, а вы пока поставьте на паузу это видео. Сбегайте в Яндекс, посмотрите курс доллара, посмотрите, что по этому курсу можно купить из ESP Custom Shop или какого-нибудь майонез Custom Shop. А потом вернитесь на Madman Guitars, ссылочка на группу ВКонтакте и на сайт в описании. И еще раз хорошенько подумайте, дорого ли за гитару такого уровня или нет. Я же вам скажу, как человек, игравший и на ESP, и на майонез Custom Shop, просто ответственно заявляю, здесь уровень качества такой же вообще не уступает. Крутым зарубежным Custom Shopом ни в чем. Ни во внимании к деталям, ни в покрытии, ни в том даже, как гитара отстроена и как гитара звучит. Это просто сумасшедший инструмент. Гитара настолько же классная, насколько она и внешне красивая. Просто бью себя кулаком в грудь. Надо брать, что тут думать. Ну а для тех, кого мои биения об грудь не впечатлели, вот вам эта гитара вне микса. Как она звучит сама по себе на жестком перегрузе. Напрямую в звуковуху я сыграл один из самых моих любимых рифов Эдди Ван Халлена Unchained. Я сыграл риф сингл-треком, единым дублем. Но затем, после того, как я риф сыграл, я продублировал риф на второй трек. Левый канал и правый канал. И на левый и правый канал навесил один и тот же плагин. ML Sound Labs Amped Roots. Бесплатный, кстати, плагин. Я его обозревал на канале. И сделали это для того, чтобы в плагине выбрать два разных пресета. С одной стороны у меня Gent Kit пресет, с другой стороны Metal Core. Для создания дополнительного объема. Попробуйте эту фишку сами. Уверен, вам понравится. И после Amped Roots я поставил обычный эквалайзер. Рипперевский, стандартный, где отрезал бубнящие частоты. Зачем я так сделал? Смотрите в видео 4 секрета сведения электрогитары на моем канале. Надеюсь, вы мне уже в комментариях написали о том, хорошо ли гитара звучит в миксе или вне микса. И я думаю, вы заметили, что я использую одни и те же настройки, одни и те же плагины и в миксе, и вне микса. То есть я ничего в пресетах не менял. Но вернемся к вопросу цены. Химеры от Madman Guitars. В общем, это Custom Shop, как я уже сказал. Производитель делает гитару уже порядка 15 лет. Очень хорошо себя зарекомендовал на российском рынке. Те, кто в Питере живут и гитарой увлекаются, знают. Возможно, этого человека в лицо. И по сути у Madman Guitars есть модель Химера. У нее есть какие-то базовые спецификации. Но когда вы делаете заказ, вы можете спецификации поменять. То есть когда вы покупаете не уже изготовленную гитару, как в данном случае эта гитара уже, очевидно, изготовлена, а на этапе лишь проектирования, вы можете носовать в свой Custom Shop внутрь этой базовой модели хреновую кучу опций. Можете поменять деревяшки, можете поменять электронику, можете, ну, я не знаю, Floyd сюда поставить или пьезоэлементы в Bridge. За ваши деньги любой каприз. И, естественно, каприз будет вставать в копеечку. Чем больше растут ваши аппетиты, тем больше растет цена. Что, естественно, Madman Guitars не делает железо, не делает фурнитуру, не делает датчики, а делает сами гитары. Что вы сюда насоете в базовую модель, то прямо пропорционально отразится на цене. Поэтому смело списывайтесь с мастером, и он вам сделает правильные расчеты. Но лично я скажу на всякий случай еще раз для тех, кто не понял или промотал видео в ненужном месте. Вообще, кто проматывает видеообзоры? Я не понимаю таких людей. Ну так вот, для тех, кто проматывал, эта гитара стоит каждый рубль, что она стоит. Качество здесь, ну просто, ну точно оправдывает цену, просто 100%. Я лично считаю, что можно было бы эти гитары и подороже продавать. Потому что я щупал и американские Custom Shop, и американские стандартные модели. Здесь просто уровень, ну, с чем вот сопоставить? Вот из того, чем я долго пользовался, я бы сопоставил эту гитару именно по уровню качества, по вниманию к деталям, сопоставил бы с Framus Custom Shop. У меня был Framus Custom Shop Master Build. Renegade Custom 2, если быть точным. Довольно долго я владел той гитарой, к сожалению, пришлось расстаться. Так бывает, когда денег не бывает. Но не суть. Суть в том, что у меня от этой гитары такие же впечатления, такой же вайп, такое же ощущение, как от дорогущего Framus Custom Shop Master Build. Это мастер-билд, и это чувствуется просто сразу. В первые секунды, как только вы возьмете в руки химеру от Madman Guitars, вы это, я уверен, почувствуете. Вам не захочется эту гитару откладывать, вам захочется на ней играть, и вам захочется ее срочно заиметь в свою коллекцию. Вес и баланс у гитары отличный. Играть мега удобно в любом традиционном и нетрадиционном положении. Звучит гитара роскошно, микс прорезает без проблем. Подходит для широкого диапазона стилей. В принципе, насколько у вас хватает фантазии, настолько она и подходит. Она сделана, очевидно, под современное музло. Тяжеленькое современное музло. Прогрессив наш любимый. Но и ракешник на ней можно вдарить без проблем. Гитара безумно красивая. Что еще тут сказать? Ладно, я так нахваливаю, нахваливаю Madman Guitars. Надо, наверное, найти недостатки, как это я обычно делаю в своих обзорах. Есть же они, в конце концов. Не бывает гитар без недостатков. И знаете чего? Да нет здесь недостатков. Я не нашел. Гитара просто отличная. На этой гитаре можно лишь найти какие-нибудь особенности, которые не соответствуют вашим индивидуальным предпочтениям. Например, вы ненавидите зеленый, бирюзовый и синие цвета. Или, например, вы скажете, что нет, я не играю на гитарах, у которых мензуры меньше, чем 27 дюймов, а здесь меньше, значит говно. Мне такая гитара не подходит. То есть об очевидных, субъективных вещах, если не говорить, то эта гитара действительно идеальна. Она совершенна. И как совершенной гитаре я ставлю твердую пятерку. Почему твердую пятерку? Пять с плюсом. Чего уж там. Ну а с вами был Иван. На моем YouTube-канале есть еще множество гитарных обзоров, гитарного оборудования, видео о музыке. У меня даже интервью с гитаристами бывают. Так что смотрите, не пропускайте мои стримы. И увидимся в новых видео. Пока!